Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Сегодняшний выпуск в рубрике Skills and Tools посвящен даже не отзыву пока, а только распаковке вот этой замечательной штуки. Поясню. Как вы знаете, я готовлю колбасы, беконы, ветчины и прочую всякую ерунду. При приготовлении таких продуктов требуется тепловая обработка с очень точным выдержанием температуры. Я, если объемы не очень большие, эту тепловую обработку провожу в кастрюле, если объемы побольше, отправляю в духовку. Тепловую обработку нужно проводить так, чтобы поверхность продукта не перегрелась ни в коем случае выше температуры 80 градусов, а внутри, в центре продукта, в центре батонной колбасы, например, достигла температура 69-70 градусов. И всегда сложности. Я воду опускаю в кастрюлю, значит, нужно термомер втыкать и следить за этой температурой, убавлять, подгонять что-то. А я не всякий раз делаю строго отмеренное количество, допустим, 2 килограмма сосисок или килограмм 400 граммов. А от количества добавленного продукта в кастрюлю меняется, соответственно, и скорость нагрева. Поэтому каждый раз подбирать приходится, это очень удобно. И я с большой завистью всегда смотрел различные ролики, где люди использовали для этих целей су-вид. Систему су-вид, да, то есть подогреватель воды, который греет ее до установленной температуры. Большой объемный, с коробкой. У меня кухня не позволяет, к сожалению, убрать. Поэтому я посмотрел и по отзывам выбрал вот такой. Компания, которая его произвела, Клар Стейн. Я не уверен, что, кстати говоря, они производители. Вроде как написано Германия, но вполне возможно, что это Китай. Это не реклама компании нисколько, потому что я за свои деньги это дело купил. Я еще не знаю, как это будет работать. И впоследствии обязательно вам расскажу своего завода. Значит, давайте смотреть, что это такое, как все это работает. Да, стоила эта ерунда мне меньше 100 евро. Инструкция. И вот такой вот агрегат замечательный. Красота! Как это работает? Эту фиговину опускаем в посуду, вешая на край. Вот так, к примеру. Емкость можно больше. Наливаем воду. Воды должно быть выше этой метки. Вот. Минимум. И ниже вот этой, максимум. Налили воды. Включили в розетку. Выставили температуру. И дальше эта штука нагревает воду, гоняет ее насосом. И догоняет ее до той температуры, которую вы установили. И все. То есть, в результате не нужно следить за этой самой температурой. Эта штука сама выстоит, и все, и будет работать. Единственное, что для удобства, конечно, по-хорошему, все эти колбасы тогда нужно вакуум-пакеты запечатать. Вакууматор я тоже заказал. Придет, покажу. Чудеса кино. Все работает. Устанавливается очень просто. Даже если не читать инструкцию, все элементарно. Вот этой крутилочкой. Настраивается время работы, настраивается температура и показывает текущую температуру. Очень просто. Естественно, при помощи этой штуки можно готовить различные стейки, куриные филе и прочее. То есть, те продукты, которые требуют очень аккуратного обращения с температурой. Это тоже покажу. Но на самом деле стейки для меня и всякие куриные грудки абсолютно неприоритетны. Потому что я не вижу для себя большой проблемы приготовить все дело на сковородке. Ровно в той манере, в какой мне это дело нравится. А вот следить и очень точно удерживать температуру для колбас, для беконов, вот с этой штукой мне гораздо будет удобнее. Потому что перегреть поверхность выше 80 градусов и все, почти наверняка получится отек. Ну, в процессе использования этой штуки наверняка вывезут какие-то неинтересные и неприятные вещи. Все расскажу. Да, вкратце, по-моему, эта штука может догревать, она рассчитана на посуду с объемом до 21 или даже 23 литров воды. Вот так. То есть, в принципе, можно здоровенный просто вот такой вот короб поставить, туда загружать сразу прям такие промышленные объемы колбас, ветчин и беконов. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok